Гордыня Врага благодати И как она проявляется И делали мы это для того, чтобы иметь возможность распознать этот порог, этот грех в самих себе И затем, конечно же, раскаяться в нем То есть оставить его по возможности Но что значит раскаяться? Ведь мы с вами понимаем, что раскаяться на самом деле это сделать две вещи Это, кстати, хорошо очень видно, например, в словах пророка Ишаяху, который сказал Перестаньте делать зло, это первое И научитесь делать добро То есть, во-первых, нам нужно осознать зло, которое мы делаем А во-вторых, без этого мы не сможем перестать делать это зло Мы будем механически продолжать делать то, что мы привыкли по инерции Даже не осознавая, что то, что мы делаем, это зло Поэтому первый шаг это осознать свой собственный грех Но этого недостаточно Потому что после этого мы должны перестать и отвернуться, повернуться к добру Отвернуться от зла к добру От тьмы к свету От греха к праведности Называйте это как угодно И если мы говорим о гордыне, то, соответственно, нам нужно не только распознать этот грех в самих себе Но также понимать хорошо, как нам после нашего покаяния или раскаяния себя вести Что является противоположностью гордыни Теоретически мы все отлично знаем, что это смирение Однако, что это такое и как оно проявляется на деле В чем суть смирения Такие вещи лучше всего рассуждать о них не теоретически, а на конкретных примерах И совсем хорошо, если у нас есть контрастные примеры Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о двух прямо противоположных друг другу личностях Об Антихристе и о Мессии Если вы, услышав слово Антихрист, решили, что мне известно, кто это То поспешу вас разочаровать На сегодняшний день мне известно об этой личности не более того, что о ней сказано в Писании Сегодня у нас с утра было 10 марта 2015 года А в Писании, кстати, сказано об этой личности не так уж и много Во всяком случае, по сравнению с тем, сколько там сказано о личности Мессии Из этого следует, кстати, что увлекаться темой Антихриста На мой взгляд, занятие нездоровое Одно дело знать, что Писание говорит То немногое, что Писание о нем говорит И бодрствовать, поскольку бодрствовать Писание нас действительно призывает неоднократно Бодрствовать и трезвиться А другое дело, полностью или практически полностью сосредоточиться На дьяволе и на том, что он делает Хотя, конечно, планы врага знать совсем не лишние А основное внимание наше, на мой взгляд, должно быть все-таки сосредоточено на Господе и его воле И вот с этой оговоркой давайте посмотрим то, что Писание говорит об Антихристе Послушаем, я прочитаю четыре стиха из второй главы первого послания Рава Шауля В общину города Фессалоники В переводе Кузнецовой Пожалуйста, послушайте А теперь возвращение Господа нашего, Мессии Ешо И о том, как мы соберемся встречать Его Мы просим вас, братья, не терять головы И не впадать в смятение Ни от пророчества, ни от откровения Ни от письма Пусть даже оно якобы от нас Если в них будет сказано, что день Господа уже наступил Никому не дайте себя обмануть Никаким способом Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога Когда явится воплощение зла Человек, обреченный гибели Противник, который возомнит себя выше всего Что зовется божеством или святыней Так что он даже воссядет в Божьем храме И объявит себя Богом Итак, антихрист это человек Являющийся воплощением зла Что нам сказано о нем здесь? Во-первых, он будет противником Бога То есть его воля будет направлена против воли Божьей Во-вторых, он возомнит себя И обратите внимание кем Он возомнит себя не просто каким-то особенным человеком Или святым Нет, он пойдет гораздо дальше этого Он возомнит себя выше всего Что зовется божеством Говорит нам Равшаул Он будет претендовать не просто на особое место среди нас, людей А на божественность И ему будет мало того, кто он есть и что он имеет Он захочет не просто большего Он захочет иметь все То есть это гордец высшей пробы Это воплощение гордости Это гордость в одном человеке Ну и в-третьих Он фактически Здесь написано Объявит себя Богом И сядет в храме Божьем как Бог То есть он добьется своего Вопрос Зачем ему сидеть в храме Божьем На престоле Божьем Понятно для чего? Для того, чтобы принимать поклонение То есть он фактически будет вести себя как узурпатор Как вор, который присваивает себе то, что ему не принадлежит Вот его образ мыслей и действий Теперь давайте сравним его с Мессией Для этого я хочу прочитать несколько стихов из второй главы Послания Шауля к филиппийцам К общине города Филиппо Послушайте, пожалуйста, что он говорит Ничего не делайте из своей корыстия и тщеславия Пусть каждый смиренно считает другого Выше себя Пусть каждый из вас думает не о собственном благе А о благе других Пусть мысли и чувства ваши друг к другу Будут у вас, как у Мессии Иешуа Он По природе Бог Не держался за равенство с Богом Но добровольно лишился всего Приняв природу раба И человеком родившись Он был во всем человеку подобен Но еще больше себя умолил И так был послушен Что принял и самую смерть Смерть на кресте За это Бог вознес его над всеми И имя даровал превыше всех имен Читая эти слова И сравнивая строй мыслей Иешуа Со строй мыслей Антихриста Видишь две полярных противоположности То есть один Будучи творением Мнит себя божеством Он объявляет себя божеством То есть превозносит сам себя Над всем остальным творением Ради чего? Ради того, чтобы владычествовать Управлять, господствовать И принимать себе поклонение Его путь это путь вверх Это восхождение на вершину Ради достижения собственной эгоистичной цели И на своем пути он не останавливается Ни перед чем Он намерен подняться над толпой Которую презирает Сесть на престол Вцепиться в него Мертвой хваткой В этот престол В позицию власти Чтобы никто не посмел Посягнуть На его положение Которого он достиг Другой То есть мессия Будучи богом То есть изначально находясь Уже на самой вершине Отказывается Держаться вот этой Мертвой хваткой За свой высокий статус То есть его руки Расслаблены Если так можно сказать Он не цепляется За то Что имеет И дальше он Опускается До того Что будучи творцом Он принимает Природу Своего собственного творения И становится кем? Становится одним из нас Становится человеком И обратите внимание Он становится не просто человеком Он становится очень простым И очень скромным Человеком Он рождается в семье Небогатых родителей О том, что Юсеф и Мирьям Не были богаты Мы знаем из Евангелия Потому что Жертву, которую они принесли В храме Во время Совершения обряда Пидиона Бен Выкупа своего первенца Была очень простая Очень скромная жертва Которую Тара Предписывала приносить Не очень богатым людям Или попросту говоря Людям, которые не могли себе позволить Более серьезные жертвоприношения А место его рождения Тоже очень непритязательное Он родился в Хлеву И условия Таким образом Для родов Были очень далеки От идеальных Еще и потому, что Кстати, его мать В это время Когда ей нужно было Рожать своего первенца Она была не дома И Поблизости не было Родственников Ее собственной мамы И других женщин Которые в таких случаях Обычно помогают И При первых родах Это было бы совсем Особенно не лишним Она была при этом Также в чужом городе И после длинной И утомительной дороге Вскоре после своего рождения Этот самый Машиах В которого мы верим С кем он становится? Он становится беженцем А его семья Вынуждена бежать Из Иудеи В соседний Египет Почему? Потому что их ребенка Хотят убить Кто хочет убить? Римские оккупанты? Да нет Вроде бы совсем Даже не римские оккупанты А вроде как свои Царь Ирод В общем Несмотря на то Что он в буквальном смысле И царь И бог Начало его земной жизни Более чем скромное А дальше еще скромнее Сначала он зарабатывает Себе на хлеб Ремеслом Собственными руками То есть работает С деревом и камнем В Евангелиях написано Что он был плотник И мы сразу думаем Что он работал Только по дереву Но на самом деле В те времена Эта профессия плотника Она была более широкая Люди Занимавшись этим ремеслом Умели делать вещи И из дерева И из камня То есть также строить Вещи какие-то После того Как он проработал Достаточно много лет По этой своей специальности Он берет себе учеников Причем По большей части Такие же как он сам Как написано Людей не книжных И простых И что он делает Он начинает служить людям Причем делать это Совершенно бескорыстно Что он делает Он учит людей И молится За людей И вот это публичное служение Приносит ему Конечно с одной стороны Популярность То есть говоря Современным языком Его рейтинг Бьет все рекорды Однако Он совершенно не пользуется Этим И не радуется Этому Наоборот Он часто уходит От масс И запрещает Своим ученикам Разглашать В слух То что он Мессия Похоже Производить впечатление На толпы Ему совершенно Не нужно С другой стороны Деятельность Странствующего Учителя И чудотворца Приносит ему Много неприятностей Его не понимают И не принимают Не только Те люди Которым он служит Но также Ближайшие ученики И даже его собственная семья А фактически Его родственники Его мать И братья И сестры Младшие Считают его Сумасшедшим Они считают Что он сошел С ума Ну и не говоря Уже конечно Об оппозиции Со стороны Религиозной верхушки Которая преследует Его по пятам И время от времени Пытается физически Его устранить И Обратите внимание Опять таки Что очень странно Для нас Да Он совершенно Ни разу Не пользуется Своей харизмой Или своими Сверхъестественными Способностями Для того Чтобы Оправдать Самого себя Или защитить Самого себя И своих учеников Посреди всего этого Он учит Следоваться ему Примеру То есть Служить А не господствовать И говорит Что собственно В этом и состоит Основная разница Между его царством И миром Сим Ну и Как мы с вами знаем Также с чисто Человеческой точки зрения Кончает он Совсем Плохо То есть Его предприятие Проваливается С треском Власти арестовывают Его Таким образом По наводке Одного из ближайших Учеников Одного из внутреннего Круга Остальные ученики В момент ареста Рассыпаются В разные стороны И оставляют Его одного И Что во всем этом Продолжает удивлять Это его Последовательность То есть Даже в самые тяжелые Минуты своей жизни Когда его Ложно обвиняют Когда его оскорбляют Когда его избивают И всячески унижают Он отказывается Давать сдачи И бороться Даже за собственную жизнь Не говоря уже там О какой-то справедливости Он умирает Вися полностью Обнаженным На всеобщем Обозрении На кресте То есть он терпит Позор Он выслушивает Отвратительные Насмешки И издевки Не говоря о самом страшном О богооставленности И о страдании В этот момент В эти часы За наши грехи Другими словами Путь Мессии Это путь вниз Сверху вниз С самого верха В самый низ С позиции равенства Богу Вниз на землю Дальше под арест Под суд На крест Где он распят Между двумя преступниками Какая замечательная компания К концу жизни Для праведника И наконец в царство смерти И что самое важное Весь этот путь Каждый шаг На этом пути Он делает добровольно Бескорыстно Из любви К отцу И только Из любви К своему отцу Он постоянно говорит о том Что ищет Несобственной славы В отличие от Мы помним С кем мы его сравниваем В отличие от антихриста И не реализации Собственных планов И собственных желаний А прославление Бога отца И исполнение Его плана И его желаний То есть он прекрасно знает Кто он такой сам Чего он хочет Это не то что у него нету Собственной личности Что он Незрелый В психологическом отношении Человек Он не знает кто он такой Вот только ты Господь Бог мой А я вообще не знаю Кто я такой Нет он очень хорошо знает Кто он такой И чего он хочет Однако при этом В нем нет Никакой самости То есть он очень Последовательно Ставит на первое место Во всех своих расчетах Не свои собственные интересы А интересы Своего Бога И мы с вами Также знаем Конец Как мессии Так и антихриста Мессия За свою готовность Идти вниз Ради ближних И ради своего Бога Был возвышен В конце концов Богом Потому что отец Воскресил его Из мертвых И вернул ему Все Чего он Добровольно Лишился В то же время Антихрист Как мы с вами знаем Пока что только Из пророческих слов Писания Еще не из Реальной жизни Не из исполнения Эти пророческих слов Антихрист добьется Своего Он поднимется Наверх Но ненадолго Последнее слово Будет не за ним А за Ешу Который Как сказано В нашем тексте Убьет его В день Своего Возвращения Возникает вопрос По каким законам Хотим Жить Мы Кому мы хотим Подражать Мы хотим Подражать Мессии Или Антихристу Некоторые верующие Ужасно переживают По поводу Метки зверя О которой Говорит книга Откровения Книга Апокалипсис И она Богослова У них возникает вопрос Что это будет За метка Что это будет За начертание Зверя Где будет Это число Зверя 666 Оно будет В биометрическом Паспорте Или оно будет В чипе Который нам Незаметно Вживят Где Будет Эта Метка Я скажу так Я не знаю Где будет Эта метка Но Мне кажется Кажется Что самое главное Чего мы должны Остерегаться Это Не биометрических Паспортов А Строя мыслей Который Характерен Для Антихриста Другими словами Мы должны Остерегаться Алчности По признанию Алчности По первенству Алчности По господству Над другими Людями Одним словом Гордыни Как уберечь себя От нее По-моему Есть только один способ Жить с Ишу Потому что Только о нем Сказано Что в нем Этого порока Нет Только о его любви Сказано Что она не ищет Своего И не превозносится Спасибо Шалом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому